Всем большой привет! Мы с Яной вышли на улицу. Сейчас нам надо будет решить два важных дела. Мне надо будет сейчас дойти до школы, которого здесь вот у нас недалеко, и узнать по поводу Анюты. Вот, когда её лучше переводить, вообще что мне скажут и так далее. Вот этот вопрос пока я не особо хочу освещать на своём канале, потому что всё в таком подвешенном состоянии, просто надо узнать будет кое-что. Вот, и надо будет мне доехать до пункта выдачи СДЭК и забрать посылку. Вот, ехать оттуда далековато нам будет, потому что невыдачное место пришло далековато от дома. Обычно я заказываю на дом доставку. Но вот этот раз получилось так. Вот, если со школой что-то прояснится, решится, я, конечно же, обязательно всё это расскажу. Но пока ничего, когда не ясно, эту тему мусолить я не буду. Вот. Ну, а потом нам надо будет обязательно ещё, кстати, заехать в аптеку. Мне тут одно средство хорошее, посоветовала моя родственница, для волос, чтобы они не выпадали и становились гуще. А то, мне кажется, скоро я свои волосы совсем потеряю. Вот, я, если найду, куплю, я вам его покажу, потому что она сама лично этим средством пользовалась. И долго она, правда, им пользовалась. И говорит, что действительно эффект от него есть. Вот, и поэтому на меня посмотрю, говорит, попробуй тоже им попользоваться. Вот, если куплю, то вам покажу. Я не стала интересно на этого дядю посмотреть. Ну, вот, стек нашли мы. Здесь такая шумная улица, кошмар. Всё, пошли. Заходили в аптеку, купили то, что нужно было, лекарства. Потом дома покажу. Такой вот мне мешочек пришёл. Всё, мы уже пришли домой. Хочу вам показать, значит, что я купила в аптеке вот такое вот средство эсвицин. Так вот он выглядит. Вот, кому интересно. Сзади информация о нём. Вот, мне посоветовали его и сказали пользоваться каждый день. Единственное, что здесь неудобно пользоваться, потому что вот крышка такая неудобная, и нужно будет купить распылитель. Вот, ну и буду я теперь пробовать его наносить на голову каждый день вечером перед сном. Его смывать не нужно. Вот, кстати, на Валберисе тоже я видела такое средство. Там очень много разных отзывов и оценка, кстати, высокая. Кому интересно, посмотрите, там есть как раз-таки с распылением, но там чуть-чуть подороже. Ну, я просто решила в аптеку по пути зашла. Думаю, может быть, всё-таки в аптеке получше будет такое средство. Вот, взяла такое. Оно, кстати, очень дёшево стоит. Там 190, что ли, рублей где-то так. Даже ещё меньше. Мы, кстати, пришли домой. У нас воды вообще никакой нет. Вот, руки сейчас вот кое-как помыли. Сейчас будем мы ужинать и пойдём на улицу. Вот, хотел вам показать пенал. Нам привезли вчера мужчины. Установили его. Вот, поставили как надо. Потом немножечко там шатался. Ножки отрегулировали. Микроволновку мне поставили. Удлинитель там подвели. Всё. И ручки ещё. Ой, ручки эти. Дверцы тоже отрегулировали. Всё. Вот, молодцы. Ну и он, конечно, очень тяжёлый был. Единственное, что пока поставили его так, не знаю. Ну, пока как-то так. Конечно, ведь не очень. Нижнюю дверцу он мне сразу сказал, что будет одного цвета. Или тёмного, или светлого. Я выбрала светлый. Свет, значит, и внутри он очень большой и очень глубокий. Сюда, мне кажется, поместится абсолютно всё. Нужное, ненужное. Вот. И теперь я и балкон разгребу как раз сюда. Вмещу то, что у меня там стоит. И в другой комнате тоже. И микровол... Ой, это-то... Мясорубка. Вот. Одним словом, всё, что не... У меня сюда вот шкаф и не влазило. Всё, теперь влезет. Вот. Ну, и микроволновка, в принципе, неплохо смотрится. Вот. Значит, что ещё? Холодильник мы... Не знаю, пока так оставим. Вообще, кстати, вот этот вот шкаф... Потом, в будущем, я всё-таки его планирую, наверное, на балкон вынести. Поставим там. Он, потому что вместительный, большой. Глубокий он. Самое главное, глубокий. Ну, как-то так. Вот издалека сейчас вам покажу. Вот. Вот уже и возле этого дома убирают забор. Открыли там вот детскую площадку уже проход. Пошли. У нас время 5 часов. Вот. Ну, мы решили прогуляться. И бегать. И бегать, да? На, держи свой самокатик. Вечерняя прогулка у нас до магазина. По делам. Мы сейчас идём в школу. Писать заявление. Мне сказали, надо прийти. С 5 до 6, как ни странно. Вроде же рабочий день должен был быть закончен. Но мне сказали, именно в это время прийти. Написать заявление. Я не знаю, какое ещё заявление. Что мы, наверное, нуждаемся будет в школе. Что вот такой-то ребёнок должен будет найти ему место. Ну, естественно, мне сказали, что мест нет. Вот. Я даже бы очень удивилась, если бы не сказали. Вот мы его для вас собрём при последном местечке. Нет. Конечно же, такого не будет. Вот. Вот я уже позвонила даже в министерство образования. Мне там тоже сказали, что, естественно, там тоже мест нет. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока у нас время есть. Мы первый класс. Скорее всего, наверное, всё-таки будем заканчивать в Энгельсе. Хотя я думала, может быть, перевести её под конец года. Вот. Ну, посмотрю, как будет дальше развиваться событие. Это будет видно. Вот. Потому что многих этот вопрос интересует. Что со школами, что с садиками. Я ещё не узнавала. Пока рано. Вот. Ну, пока вот как-то так. Посмотрим дальше. Что. Ну, что всё. Мне дали письменный отказ. Написала я заявление. У меня это заявление приняли. Вот. И, значит, мне поставили, как они сказали, на очередь. Будут мне звонить, когда будет набор во второй класс. Ну, и, в принципе, всё. На этом вся история пока со школы. Вот. Значит, заходили. Пятёрочку взяла вот такой вот шоколад. На, на. Где твоя трубочка-то? Вот у тебя. Вот. И взяла ещё, как я уже сказала, такой вот ментай потрошённый без головы. Он стоит 189 рублей в пятёрочке. Вот. Завтра или послезавтра буду его готовить. Сейчас уберу в морозилку. Потому что у меня там уже разморозилось куриное филе. Я сейчас хочу перекрутить, наверное, всё-таки из него фарш сделать. Или, может быть, так потушу с луком, с морковкой. Ещё будет видно. Вот. Ну, рыбу я на следующий раз. Вкусно, что ли? Да, вкусно. На ужин я решила приготовить курицу тушёную с луком в подливе. И гречку отвариваю уже. Жду, когда вода закипит. Немножко совсем, чтобы лучше потом свежую сварить, чем греть её. Так, значит, и решила ещё отварить рисовый суп. Тут у меня отваривается куриная грудка. Посолила. Вот. И потом добавлю рис. Уже также, кстати, почистила лук, морковь. Буду делать всё без зажарки. Картошка. Вот. Пока нет мужа, буду делать себе облегчённые варианты еды. И вообще, в принципе, я вот сейчас наготовлю. Нам хватит, ну, на дня два. Это точно. Если не три. Потому что, тем более, мы дома редко бываем. Вот. Поэтому хватает нам надолго. Всё. Закончила я готовить. Сейчас пойду укладывать Яну спать. Сама нанесу это средство на волосы перед сном. И мне некоторые пишут, что мне надо сделать новую стрижку. А я с этим согласна вообще полностью. Потому что вот эти вот мои три волосиночки, которые остались, никуда не годятся. Но стрижку я не знаю пока, когда я сделаю. Наверное, когда Илья приедет. Я даже не знаю, здесь куда особо идти. Вот. Но чтобы подстрижься, мне надо ребёнка на кого-то оставить. Потому что в парикмахерской она долго явно не просидит. Вот. Поэтому, когда Илья приедет, я сама хочу. Наверное, всё-таки сделаю каком-нибудь каре. Чёлку я точно делать не буду. Но то, что вот это вот всё секущееся, тоненькое, уже безжизненное, это нужно точно обстричь. Вот. И почитала ещё комментарии. Очень много там всяких разных разговоров и про работу, и про мою внешность, и вообще про всё, что угодно. Я, знаете, так подумала. Наверное, в ближайшее время я хочу, планирую выйти в прямой эфир, поговорить с вами, пообщаться на разные темы. Вот. Если вы за, то пишите, смотря сколько будет желающих прийти на прямой эфир. Вот. Тогда его с вами, может быть, проведём в ближайшее время. Обсудим все насущие проблемы, у кого что болит. Вот. И я, в принципе, с радостью пообщаюсь. И я думаю, всё-таки, когда вживую отвечаешь на комментарии, это более как-то понятно, более как-то, не знаю, лучше воспринимается. А то некоторые думают, что я там отвечаю с такими-то эмоциями, или с такими-то, или вообще, не знаю, в своём уме. Вот. Поэтому, я думаю, это надо будет всё-таки выйти в прямой эфир и пообщаться. Кстати, давненько я не выходила. Наверное, последний раз, когда была ещё в Энгельсе. Вот. Ладно. Буду на этом с вами прощаться. Вот. И до завтра. Распаковку посылки я, наверное, буду снимать завтра и выпущу это отдельным роликом. Будет видно. Всё. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok